Первый звонок прозвучал в учебных заведениях Дубосарского и Рыбницкого районов. Глава правительства Татьяна Туранская лично поздравила учеников школы в селе Красненькое с Днем Знаний. А первоклассникам Дубосарской гимназии лично подарила новые учебники. Понравилась ли детям литература, расскажет наш корреспондент. Сегодня шестилетний рамазан только в начале пути к новым знаниям. Впереди 11 лет за партой, учебниками, тетрадками. Путь к аттестату нелегкий, но трудностями мальчика не испугать. Даже расстояние не помеха. Школа в селе Красненьком находится в нескольких километрах от родной Ивановки. В школе хорошо, и мы будем учиться там, и будем заниматься, и луки поднимать, когда надо. Будем учиться, и потом вылазим, в армию пойдем. И другие дети придут, и мы тоже так будем делать. Первоклассники сегодня в центре внимания. В Рыбнице и Рыбнинском районе около 700 детей за школьной партой оказались впервые. Но 1 сентября. Особенный день не только для детей. Валентина Ивановна уже 50-й раз встречает осень на школьной линейке. Она выучила не одно поколение. Даже на пенсии женщину тянет в родную школу. Мне нравятся дети, и поэтому и нравилось мне работать. Мне и сегодня нравится работать, хотя я уже должна сидеть дома. Но поскольку некому читать химию, я уже встречаю каждого, по всей, которого я учила. Или еще и родители учила, и детей уже учила. Они говорят, еще внуков. Я говорю, нет, спасибо, наверное, уже все. Образование было и остается важнейшей составляющей в развитии каждого человека. Это залог успешного будущего государства в целом. Сегодня реализуются такие социально значимые объекты, как строительство детских садов, школ, корпуса университета. Все это благодаря работе автономной некоммерческой организации «Евразийская интеграция». Некоторые объекты уже сданы в эксплуатации. А это значит, что наши дети будут получать знания в самых современных условиях. И это не единственный масштабный гуманитарный проект России. Этот год ребята не только здесь, но и по всему Приднестровью начнут с новыми учебниками. В этом году, благодаря помощи Российской Федерации, республика получила 517 тысяч экземпляров книг. Слушай, я тебя поздравляю. Какой клип, короба, пожарите. Спасибо. Сегодня глава правительства подарила новые учебники и первоклассникам Дубасарской гимназии. И обновление книжного фонда наша республика еще такого не знала. Спасибо. За это мы выражаем слова благодарности нашему главному стратегическому партнеру, надежному другу Российской Федерации. Хочу пожелать, прежде всего, вам, ребята, достичь всех вершин знаний в этой жизни. Все дерзкие, смелые замыслы реализовать и осуществить. Чтобы дорога знаний пролегала не тернистым путем, а все трудности, которые будут на вашем пути, мы и задача правительства и государства будем преодолевать. Мы с радостью сообщаем всем, что 70% наших детей поступило на бюджет в различные вузы, в том числе в Москве, в Ленинграде. Очень много детей поступило в Приднестровский государственный университет. Некоторые дети поступили в Молдову. Работать мы, как всегда, будем над тем, чтобы качество знаний было на прежнем, а может быть и более высоком уровне, потому что знания сегодня – это будущее наших детей. Вступительный экзамен еще не скоро, а пока перед линейкой выпускники волнуются, как первоклашки, ведь для них это последний первый звонок. Никита Кондратов, Татьяна Семенюк, Анжела Каранчук. Первый Приднестровский телеканал.